МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На низком старте Бобрусь готовится к праздникам. Приходите, ждем всех, будет очень интересно. Где искать программу? Дело чести, прокурорский корпус отмечает большую дату. В этот замечательный день хотел бы поздравить с праздником всех коллег. Сколько лет службе? Святая Троица, Бобруський район посетил митрополит Вениамин. Что привело экзарха в Турки? Храм посвящен Святой Троице, поэтому и совершили здесь молитву. А также закрытие университета, рост зарплат и официальный документ. У машин, везенных из Европы, появились электронные паспорта. Для чего? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Разговор по душам. Министр культуры с рабочим визитом посетил областной театр драмы и комедии. Общение началось буквально с порога. Труппа учреждения культуры тепло поприветствовала гостя хлебом с солью. Анатолий Маркевич похвалил город. По словам министра, Бобруйский театр – кузница талантов. После небольшой экскурсии и обсуждения. Актуальные темы, открытый диалог с трудовым коллективом. Общение вышло плодотворным и результативным. Отдельно разговор коснулся темы 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Коснулись мы немало вопросов, связанных именно с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями Российской Федерации. Потому что на уровне страны опыт есть колоссальный, накопленный опыт. По организации обменных гастролей мы его обязательно применим и расскажем. В большей степени еще погрузим наших коллег. Для того, чтобы этот алгоритм был четко сформулирован. И каждый знал, что нужно сделать для того, чтобы показать свое мастерство на уровне других площадок, на уровне других стран. Сегодня в репертуаре областного театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича порядка 50 спектаклей. Разноплановость постановок ежегодно привлекает в учреждения культуры не только жителей города, но и гостей. Агрария вне закона. Около тонны посева в конопле уничтожили бобруйские правоохранители. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности по реализации наркотических средств и психотропных веществ оперативниками отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми на поле в Глузском районе обнаружили участок, на котором произрастала конопля. Вес уничтоженного сырья – 1000 килограмм. УВД Бобруйского госполкома напоминает, незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений без цели их сбыта влечет наложение штрафа до 20 базовых. Бесплатная консультация, двухколесное путешествие и конец эпохи. Еще один частный ВУЗ прекращает свою работу. Какой? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси по итогам года рассчитывают на увеличение зарплат бюджетников и пенсии на 16-15%. Соответственно, темпы роста реальных доходов населения за прошедшие 12 месяцев – более 106 пунктов. Также по оценкам правительства, расходы на финансирование социальной сферы в 2024-м превысят 31 миллиард рублей на 4 миллиарда больше, чем в 2023-м. Еще один частный ВУЗ прекращает свою работу. Институт предпринимательской деятельности существовал с 92-го и за более чем 30 лет подготовил и выпустил свыше 8,5 тысяч специалистов. В настоящее время руководство и учредители разрабатывают план, направленный на обеспечение перевода обучающихся. У машин, везенных из Европы, появились электронные паспорта. Нововведение действует уже две недели и нацелено облегчить регистрацию транспортного средства. В документе заложена информация, откуда и когда авто прибыло в Беларусь, количество владельцев, идентификационный номер. Раньше процедура рассмотрения таких документов в ГАИ и оформление занимала до 4 дней, сейчас 1-2. Нотариусы Беларуси 2 июля проведут бесплатные консультации. Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Независимости, примут все конторы и бюро страны. В течение рабочего дня жители и гости республики смогут получить советы по таким вопросам, как оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, завершение исполнительных надписей. В Беларусьской пуще запустили новый велосипедный маршрут. Он позволит увидеть бобровые плотины, локации, где кормится олень и шкует леса. Протяженность пути без малого 13 километров, продолжительность до 3 часов. Кататься рекомендуют на горных велосипедах, так как ехать нужно по лесным, песчаным и грунтовым дорогам, квартальным просекам. Путь служения закону, справедливости, праву. 26 июня в Беларуси отмечается День работников прокуратуры. Эффективная и своевременная защита прав граждан и интересов государства, борьба с преступностью и коррупцией – главные задачи остаются неизменными. Бобруйское торжество прошло в актовом зале прокуратуры города. На праздники как действующие сотрудники, так и ветераны. Между выступлениями артистов заслуженные награды. В первом ряду гости – Управление внутренних дел, Следственный комитет, МЧС, Военный комиссариат. В этот день хотел бы поздравить своих коллег с праздником, Днем работников прокуратуры и пожелать им дальнейших успехов в этом нелегком деле. Отдельное слово благодарности хотел бы высказать ветеранам органов прокуратуры, которые на протяжении достаточно большого количества поколений вносили свой весомый вклад в работу организации прокуратуры Республики Беларусь. Большая часть моей жизни, потому что сразу после окончания института я поступил на службу в органы прокуратуры в далеком 97-м году и все свое время, наверное, посвящал именно работе, потому что работа ответственная, сложная, она требует всемирной отдачи и из полного погружения невозможно. Прокурорский корпус вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов и обеспечение законных прав и интересов граждан. Это повседневная работа, без которой невозможный мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни. Святость торжества. Митрополит Вениамин посетил Бобруйский район. В третий день Троицы божественную литургию в деревне Турки возглавил патриарший экзарх в сослужении епископа Бобруйского и Быховского Серафима и Пинского и Лунинецкого Георгия. По окончанию митрополит поздравил прихожан и духовенство храма с праздником. Деревня Турки достаточно известна в Беларуси с точки зрения церковной жизни. Здесь служил в свое время священномученик Алексей Вельческий. И сегодня третий день праздника Святой Троицы. Храм посвящен Святой Троице. Поэтому и совершили здесь молитвы совместно. Тем более, что сегодня и праздник деревни Турки. Жители деревни не отпустили гостей без творческих подарков. Возле храма Святой Живоначальной Троицы состоялся праздничный концерт хоровых коллективов. Бобруйск фестивальный. Город готовится к большому торжеству. Это и старт 17-го международного фестиваля «Винок дружбы». И впервые на сцене праздник духовного творчества. По-настоящему незабываемый вечер ждет жителей и гостей города 27 июня. На территории монастыря в честь святых жен Мироносец возле собора святого благоверного князя Александра Невского ценители прекрасного поразит насыщенная творческая программа. На вечере выступят заслуженный артист Беларуси Руслан Алихно, солисты Большого театра оперы и балета Тарас Пресежнюк и Марта Данусевич, хор Всесвятский под управлением Дмитрия Токмакова, певцы Виталий Гордей и Серж. Ход свободный, начало 18.30. «Наш праздник духовного творчества с любовью в сердце объединяет всех любителей красивой духовной, классической музыки, песен, кантов. Мы очень рады, что приблизились к этому важному для нас событию, когда соберутся все неравнодушные люди, помогающие обители, храму, в строительстве, процветании нашей обители, нашего храма и ждем всех». «Дорогие бобруйчане, 27 июня в четверг приглашаю всех вас к собору Александра Невского у монастыря Святых Жон Мироносец на духовный концерт. Приходите, ждем всех, будет очень интересно». Уже 28 числа на Бобруйск-арене стартует «Венок дружбы». Фестиваль соберет 23 коллектива из 12 стран мира. Программа насыщена концертными номерами. На сцене будут звучать как творческие коллективы города, так и звезды белорусской эстрады. Вокалом паразит Тео и Ольга Рыжикова Виталий Гордей. 29 июня в 23 часа жители и гостей города ожидает салют. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костюков расскажет страшную правду из жизни города. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!